Всем привет, добро пожаловать на канал. И давайте сегодня поговорим о том, почему сибирских сторожилов называют челдонами. Кто такие челдоны? Это коренное русское население Западной Сибири, предки которых пришли сюда из европейской части России не раньше конца 16 века. Важно понимать, что речь идет именно о самом раннем русском населении в сибирских краях, то есть более поздние русские люди уже не причисляли себя к челдонам и не называли себя так. Так, более того, противопоставляли себя этим челдонам. Кроме того, челдоны это не кержаки, то есть не старообрядцы, а обычные православные христиане. По-другому эту группу называют чалдоной или чолдоной, причем с ударением на первом или втором слоге. Это связано с тем, что данное слово не является литературным и общеупотребительным. В разных сибирских населенных пунктах оно произносится немножко по-разному. Просто потому, что говоры и диалекты у сибиряков отличаются. К сожалению, этот факт только усложняет понимание того, откуда это слово взялось и что оно вообще означает. А гипотез много. Давайте же разберем самые популярные. Больше всего народ склоняется к мысли, что челдон это человек с дона, то есть когда-то живший возле этой большой реки. Либо это люди, которые пришли на челнах с реки Дон, либо это выходцы из мест, расположенных возле реки Дон, в которую впадает река Чала или Чалка. Тогда понятно, откуда челдон, но непонятно, где эта чалка Чала находится на карте. Также есть мнение, что челдон от слова чалить, то есть плыть на лодке по реке. Несмотря на некую логичность этого рассуждения, многие ученые считают это так называемой народной этимологией, то есть это ненаучный метод выяснения происхождения данного слова. В словаре живого великородского языка Владимира Дали середины 19 века есть слово челдон. Там у него русским по-белому написано. Челдон – монгольский бродяга, беглый варнак, каторжник. То есть, по мнению Владимира Ивановича, это монгольское слово мужского рода, бытующее среди жителей Иркутска и в тамошних краях. И ничего хорошего оно, как видим, не означает. Также некий товарищ Обровников высказал мысль в одной своей книжке, что слово челдон – это искаженное монгольское и калмыцкое шелдон, означает «презираемый человек». Если есть среди вас знатоки старомонгольского или старокалмыцкого языков, то милости просим в комментарии, если вы сможете более корректно прояснить происхождение данного слова. Также некий питерский профессор Лопарев писал в конце 19 века про свои родные места в Тобольской губернии и указал в книге, что слово челдон означает «болван», в самом что ни на есть ругательном значении, но при этом с неким насмешливым подтекстом, дескать «ну ты братец и челдон». В сибирской советской энциклопедии 1932 года есть статья про митисацию, и в ней автор рассказывает про челдонов. Он описывает их как русских поселенцев, имеющих явные черты монголоидности, широкие лица и выраженные скулы. В этом нет ничего удивительного, со временем многие русские могли смешиваться с местными аборигенами. Но вот что означает слово челдон? Автор молчит. Некоторые ученые утверждают, что челдон – это искаженное слово «челядь». Однако челдонские населенные пункты издавна находились вдали от городов с богатыми людьми, обзаводившимися лакеями. Да и сами челдоны явно потомки лихих людей из России. Вряд ли они были чем-то слугами, скорее казаками или обычными крестьянами. Тем более, что по характеру они люди вольные, свободные, о чем свидетельствуют многие. Так что же означает слово челдон? К сожалению, это остается пока загадкой. Сейчас эта интересная и загадочная этнографическая группа русских сибиряков, к сожалению, не существует. В переписи населения РФ 2002 года ни одного челдона, челдона или челдона не значится. Полностью слились с сибирским русским населением. Вот такая вот интересная тема у нас сегодня была. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное, что будет дальше. Не забываем колокольчик нажимать, чтобы уведомления получать. И обязательно в комментариях пишите ваше мнение по рассмотренной сегодня теме. До новых встреч, всем пока!